Здравствуйте! Это передача «Город чемпионов» и я, ее ведущая, Юлиана Каматинина. Этот выпуск будет посвящен 4-му Магаданскому фестивалю уличных танцев. На сцене хотели танцевать порядка полусотни ребят, но прошли отборочные туры лишь единицы. Перед выступлением претенденты на звание лучших передали свое настроение залу. Программу фестиваля открыли начинающие представители стилей кип-хоп и хаос. Анне Капшиной 10 лет. Она самая юная конкурсантка. На прошлом фестивале она завоевала победу. Девочка посвящает танцам все свободное время, репетирует даже дома. Ее поддерживают родители. Приходят болеть на каждое выступление. В этот раз девочка также надеется на победу, но говорить о результатах заранее опасается. Пока результатов нет, я не могу. Потому что соперники тоже сильные. Далее на сцену вышли более опытные участники. Многие танцоры – неоднократные призеры разных фестивалей современных направлений. Владислав Соболев выступает в стиле брейк-данс, но теперь не один, а в паре. На протяжении трех лет занимаюсь брейк-дансом. Ну, также первый фестиваль был Red Bull, который проходился давно. Там был тоже батл 2 на 2, и там, конечно, это был мой начинающий опыт, там я проиграл. Потом был фестиваль Тимка один на один уже среди своей группы. Я занял первое место, ну и выиграл. Организаторами всех магаданских фестивалей неизменно выступают Константин Морозов и Андрей Потапов. Оба они занимаются танцами. Константин руководит студией брейк-данса, а Андрей – танцевальным центром онлайн. Андрей Потапов освоил множество современных стилей в танце, но начинал с русских народных. В танцы я пришел очень давно. Благодарен я своей классной руководительнику, своему классному, Таисе Викторовне с первой школы. Она отправила нас всех дружно в колынские звездочки. Также я благодарен Лидии Павловне Петровой. Она была той основой, тем преподавателем, которая формировала нас как танцоров, как личностей. И мы 12 лет, наверное, где-то точно, занимались в русском народном коллективе. Формирование там произошло, то есть танцевальная основная база. И за это очень большое спасибо ей. Параллельно русским народным мы в молодежной среде увидели новое направление брейк-данса. На тот момент это был восторг для нас, и мы просто массово все параллельно начали заниматься еще брейк-дансом. Ну, увидите резонанс. Русский народный и брейк-данс в совершенно разные стиле. Но мы потом, по нашим наблюдениям, нашли в русских народных те элементы, которые мы смогли использовать брейк-данс. И наоборот. И потом у нас как раз-таки в номерах русских народных присутствовали вот эти трюки из брейк-данса. После окончания русских народных танцев я ударился именно в брейк-данс. Мы работали со свалкой, долгое время выступали. И Константин Морозов, параллельно, который в студии брейк-данс занимается, он в то время как раз начал формировать состав. Он понял, что нужно что-то подвигать, молодежь, как сказать, задействовать. Мы пришли, соответственно, вот в такой формат, чтобы передавать знания позже, два года назад, через Unidance. Unidance это был проект российский, потом мы переименовались в свой онлайн. И тоже поняли, что нужно не самим тренироваться, только как-то передавать совместно с ребятами. И совместно это все привезет больше результатов. В танцевальном центре онлайн уже шесть человек достигли уровня, достаточного для преподавания. Например, Юлия Пермитина совсем недавно сама перенимала опыт, а сейчас делится им с начинающими танцорами. Изначально это был проект Unidance, значит, пришла проект Unidance. Занимавшись здесь, перешла потихонечку в танцевальный центр. Вот я уже преподаватель здесь. Я преподаю различные. И стрип-пластику преподаю, и хаос, и хип-хоп, но отдаю предпочтение хип-хоп хаосу. В танцевальном центре онлайн регулярно проводят различные соревнования и мероприятия. Но фестиваль уличных танцев – это возможность соревноваться с представителями других танцевальных объединений. Новшество этого фестиваля – номинация «2 на 2» в брейк-дансе. Мы общаемся хорошо. Друзья? Да, друзья. Любим танцевать. В принципе, я люблю танцевать и совмещать с акробатикой это все. Вот, в принципе, и нашла в этом себя. Бейк-данс более как танец для мужчин. Там всякие силовые элементы делаются, всякие свои фишки придумываются. Дмитрию и Наталье победить в этом фестивале не удалось. Фара сформировалась совсем недавно, и это выступление для них было дебютным. Как отмечают танцоры, сильно помешало волнение. Но теперь есть над чем работать. Победителями по итогам фестиваля стали и постоянные лидеры, и те, кто раньше побед не завоевывал. Лучших отметили в каждой номинации. Победители получили призы от спонсоров и памятные пластинки. Как отмечают организаторы, заранее точно сказать, кто победит, невозможно. Даже при том, что они ежедневно видят ребят на занятиях. Они были прогнозируемы, но неожидаемы. Почему? Потому что все участники боесильные. И батл, и чемпионат сегодняшний. Он отвечает тем, что решается только здесь и сейчас, как он себя проявит, ошибется ли он, и какая музыка попадется. То есть музыка всегда разная, и не все ее знают. То есть нужно настроиться, почувствовать ее, понять и показать всем, чтобы увидели эти звуки, это настроение. Поэтому нельзя сказать, что он победит 100%. Мы знаем каждый уровень, да, допустим, но 100% неизвестно это. И поэтому сегодня для всех было неожиданностью. То есть все показались на высшем уровне. Уровень, на самом деле, очень вырос, и мы планируем дальше продолжать, развивать это все. Потому что это много, многим интересно. Самое главное, танцорам это очень нравится. В номинации хип-хоп среди начинающих победу одержала самая юная участница Анна Капшина. Среди начинающих представителей стиля «Хаос» лучше признали Марию Журавлеву. Самым техничным и оригинальным танцором в стиле брейк-данс не в первый раз стал Ростислав Кунцевич. В парном выступлении в стиле брейк-данс первое место отдали Владиславу Соболеву и Вадиму Сушинскому. Лучшей представительницей направления «Хаос» стала преподаватель центра онлайн Юлия Пермитина. Первое место в стиле хип-хоп взял Вячеслав Борисов. Он также побеждал и в прошлых городских соревнованиях. Вячеслав, одержав победу на фестивале «Тимка», получил возможность выехать на более масштабные соревнования в Москву. Соперники, в отличие от прошлого фестиваля «Тимка», сейчас они больше подросли и стало сложнее соревноваться с ними. В Москве там уровень больше, и, соответственно, очень тяжело было пройти хотя бы в преселекшен или выиграть хотя бы один баттл. Моя цель – выиграть самый крупнейший чемпионат, как бы джесс-дебют, и стать как бы одним из топовых тенсоров. Вот это прям моя цель такая важная. А что для этого надо? Для этого надо тренироваться в залах, находиться весь день, вообще по три часа как бы тренироваться, даже побольше есть тренируются. И только вот таким путем можно как бы достичь. Оценивал участников фестиваля гость из Москвы Алексей Лопухов. У него за плечами 20 лет танцев, 15 из которых он делится своими авторскими наработками с учениками. Алексей не перестает самосовершенствоваться и продолжает учиться у педагогов России и Франции. Копилка достижений Алексея Лопухова полна различными наградами, но самые значимые завоеваны на мировых фестивалях. Третье место на чемпионате мира в Лас-Вегасе в номинации «Локинг» 2008 год. Это вот прям самое, скажем так, значимое для меня, потому что третье место на чемпионате мира, еще и Лас-Вегас. Вообще было здорово. И трижды я уже стоял на сцене в Берси, в Париже. Это чемпионат мира, то есть я уже три года вхожу в топ-8 мира. Один раз было топ-4. В Магадан Алексей Лопухов приехал по приглашению Центра онлайн. Уже работает две недели и оценивает уровень наших ребят как достаточно высокий. Мне всегда интересно новые, неизведанные для меня города. То есть я уже был практически везде в России, кроме Урала. Вот, поэтому Магадан пригласил, я согласился. Тем более, что у меня есть свободное время, по моему плотному графику. Ребята мне очень нравятся, что уровень очень хороший. То есть приятно работать даже с теми группами, которые не начинающие, скажем так, а продвинутые. То есть они действительно продвинутые. Им можно давать материал, который действительно их продвинет дальше. В этом плане очень хорошо. Подарком к концу фестиваля стало выступление Алексея Лопухова. Он показал свой новый номер в технике контактного жонглирования. Эту технику он осваивает с 2009 года. Секрет не только в отточенных движениях и пластике тела. А также в шаре. Он особо прочный, сделан из акрила и весит более килограмма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В таком стиле в Магадане пока не танцуют, но теперь у ребят есть новый стимул к развитию. Летом занятия в танцевальных студиях продолжатся. Появились новые группы, я тоже хочу отметить, да, Dancehall мы начинаем сейчас запускать и Vogue. Стили как бы не новые для Магадана, потому что есть другие коллективы, которые тоже развиваются. Ну, допустим, Vogue в Магадане впервые. Dancehall как бы Retournation, ребята занимаются давно, у них опыта больше, но мы тоже сейчас проэкспериментируем. Вот будем запускать группу, у нас есть человек, который ездил, ну, за границу получил опыт какой-то, он хочет его нам передать. Мы провели пробный мастер-класс, ребята были в восторге и хотят, чтобы этот человек у нас себе преподавал сейчас и группу вел. Выступление танцоров в современных направлениях магаданцы увидят на всех городских праздниках. Ближайшее будет в середине июня. На этом все. Следующий выпуск передачи «Город чемпионов» смотрите ровно через неделю. Мы расскажем об очередных победах магаданских гимнасток и планах на лето организации «Путь саморазвития». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова